Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Давайте посмотрим, придумали ли вы себе вашу любовь, или на самом деле у него есть кое-что чувство. Давайте посмотрим, иллюзии, вымысел или правда. Что там по поводу вас и того мужчины. Загадывайте вашего партнёра, подумайте о нём. Выбора вариантов не будет. Расклад 1, это общий расклад. Те, кто желает обратиться индивидуально, пожалуйста, смотрите информацию под видео. Я смотрю экстрасенсорно, по фото, также на картах Таро. Ну и учитывайте, пожалуйста, время по Москве, которое я указываю для писем ваших, для ваших смс в WhatsApp. Итак, я надеюсь, что вы представили вашего мужчину. И давайте приступим. Выдумка ли это всё? Вышел император, девочки. Мужчина позиционирует себя императором могущественным. Колесо судьбы. Девчата, идём уже несколько сеансов подряд. Мужчина знаковый и десятка жезлов. От таких отношений можно устать. Действительно, судьбоносные отношения непростые. То есть не всегда это для радости и счастья бывает, что для уроков. Мужчина также может быть женат. Ну или статус неопределён. То есть он знает себе цену, можно так сказать. И мужчина сложный для понимания. Сложноватый. И идти-то вам. Действительно, здесь может быть страсть большая. Но как вот оно очень сильно загорается, так потом и переживаний очень много. Мужчина этот себе сразу несколько типажей, архетипов может совместить. Он может быть разным совершенно. И под него подстраиваться, конечно, очень сложно, если это не любовь. Если безусловная любовь, то тогда всё понятно. Как-то попроще. Не так нужно напрягаться. Но с этим человеком, вы знаете, любвеобильный. И, скорее всего, этот человек неверный всё-таки. Зададим мы вопрос, придумали или нет. Но пока видим, что, возможно, между вами даже ссора была. Либо охлаждение какое-то. Либо остёр на язык. Мужчина может разговаривать на повышенных тонах. У многих девочек проиграется, что между вами уже случился разрыв. Или, возможно, вы на пороге стоите этого разрыва. И, может быть, виной также измена мужчины. Или в целом его неверность. А может быть и то, что он не свободен. Если мужчина не свободен, это тоже может являться большой помехой, большой причиной. А, возможно, у него есть и ни одна любовница, кроме жены, если мужчина женат. В общем, здесь такой человек, скажем, сразу не подарок. Девочки, если вы уверены, что мужчина вам верен, а у вас другого порядка, притязание друг к другу и что-то не то. Может быть, вы сами находитесь в отношениях с другим человеком. Спрашиваете на любовника, допустим, или мужчину, который вам нравится. Ну, тогда, конечно же, лучше, как монетку подкинуть, да, обратиться в индивидуальном порядке. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что нам еще покажут, и будет видно, что здесь такое. Любит ли он вас на самом деле. Или это все-таки придумка. Девочки, видно, что все-таки есть подключка, некая ваших иллюзий, и есть большие ограничения. Вот по поводу любви сразу, но не показывают пока ничего. Троечка пентаклей. Это уроки. И вы видите, как денежки, да, выпадают на головушке, надето что-то типа панамки. И денежки утекают так же, как и стабильность некоторая. Возможно, мысли связаны с потерей, знаете, как с потерей стабильности, с потерей некой заземленности. Видно, что здесь даже страсть уже не та. Да, и, возможно, ну, кто-то стоит на пороге выхода из этих отношений, я уже повторяюсь, да. Кто-то надеется, что можно что-то со второго раза с этим человеком, ну, что-то, может быть, еще получится, да, со второго раза как-то с ним начать лучше взаимодействовать. Дорогие, все-таки для вас это урок. Эти отношения – это урок для вас. И здесь нужно быть очень аккуратными со своими мыслями, со своими эмоциями, потому что мужчина все-таки отстранен. Очень похоже на некие иллюзии. Но те иллюзии, от которых вы сами же и страдаете на чаше весов. Кармическое состояние. Кармический выбор. Некая полоса, можно сказать, знаете, как везение и невезение, да, но идут некие отработки сейчас, вы проходите здесь и сейчас. То есть, да, у вас есть переход, девочки, четверка кубков, шестерка мечей. Нужно что-то делать, нельзя двигаться в обратном направлении, нужно двигаться вперед. Ни шагу назад, ни шагу на месте, да, а только вперед и только все вместе. Но похоже, что вы идете одна, потому что здесь от мыслей и от ожиданий этого мужчины идет переход к разрушению, к различным форс-мажорным обстоятельствам, вмешательствам неких третьих лиц, либо сил. Также это дьявол, по дьяволу привязка, созависимость, неразбериха полная в чувствах и ревность и желание, собственничество, да, чтобы этот мужчина принадлежал только вам. И шестерка кубков – это опять же желание, ну, такое, знаете, когда человек, это все-таки твоя, ну, некое кармическое родство, да, чувствуется, и желание, чтобы было полное доверие. Кубки, к сожалению, выпадают редко и в основном в какой-то все-таки иллюзорной форме. Немножечко вы отлетаетесь здесь, да, вы склонны себе больше придумывать, чем есть на самом деле. Что же мужчина сам по себе думает о вас? И как он себя сам позиционирует? То, что он император, мы это уже увидели. Мы сейчас немножко с вами расширим информацию. Во-первых, шут. И здесь отношения без обязательств, без объяснений причин своего поведения. Также ангел-хранитель перевернут, то есть не то, что даже здесь выше головы как бы не прыгнешь, да, здесь еще нет некой гармонии. То есть карта трех печалей, также человек, мы постоянно пытаемся защищаться. Мы видим здесь королеву мечевую. То есть мужчина все-таки в своих мыслях не постоянно с вами. Есть другие. Либо женщины, либо одна женщина, причем та, которая и относится-то к нему не очень хорошо, скажем так. Но это либо соперница, либо некая сила, которая может вести его к другим берегам. То есть я не хочу сказать, что мужчина совершенно бесчувственен к вам, но и чувств любви и особой привязки, девочки, мы здесь не видим. Мужчина склонен экспериментировать, и он может с одной подушки на другую перескакивать. Тут и пентакливая, может быть даже где-то семья и ребенок, и также у него есть любовницы. Ну и все-таки здесь опять же туз кубков идет в перевернутом положении. И знаете, как дело случая? Какая-то случайная связь, романтическая связь. Может быть, это связь все-таки... Очень похоже, вот знаете, когда говорят курортный роман, да? Дело случая. Все-таки истинного счастья и влюбленности нам не показывают. Давайте посмотрим еще один момент на картах Ленормон. На карту королева мечевая вышел оракул, да, или карта змея, ну, то есть соперница, да, действительно. Тот, кто, может быть, и не слишком-то мешает вашим отношениям, потому что мужчина сам принимает решение. Этот мужчина может быть все-таки каким-то высокопоставленным, либо значимым в своей сфере. Также этот мужчина может быть мужем для кого-то, повторюсь, эгоистичен. Сексапилен, кстати, да. И может быть, все-таки, девочки, это ходок. О любви здесь речь не идет. Романтические чувства, да, но это легкие какие-то ветреные чувства. Здесь мужчина склонен к недолгим, к непродолжительным связям. Что хорошо с ним, так это дружить. Вот дружить с ним, пожалуйста. Если вы не перешли некие пределы, то он вам может даже и рассказывать все о себе, о своих подружках. Или когда ему плохо. Кстати, вы могли даже быть любовниками какое-то время. И после этого он может приходить к вам. Может быть, было расставание, да, и опять вы как-то стали с ним общаться. Он может рассказывать, как у него с своей женой. Девочки, если этот мужчина как-то проявлял к вам свою сердечность, хотя все говорит на то, что мужчина кольцовым. Ну хорошо, может быть, вы знаете, бывшая не выходит из его поля. Так вот, если была к вам проявлена сердечность некая, все равно есть выбор. Все равно мужчина, знаете, как на развилке стоит, и он дорожит своей свободой. Он дорожит своим общением с кем-либо еще. Он не готов идти в одном направлении с одной женщиной. Или же он должен действительно… Вот вы, понимаете, здесь даже спрашивают, любят, не любят. Вроде бы, как вы смотреть на него должны, на его поступки. То есть, если этот мужчина любит, то он в раз собирает чемоданы и идет к вам. Или забирает вас откуда угодно. То есть, здесь поступки и решения. Если все это очень долго, вы переписываетесь, или какие-то обещания бесконечные, а в основном не там, бесполезно, это не любовь. И вы смотрите все-таки в разные стороны. Ну давайте посмотрим. Вроде бы и рядом, а все-таки в розь. Дорогие, знаете, в чем здесь еще есть проблема? Мужчина более фундаментален и пытается быть благородным. И в принципе, он хорошо к вам относится. По сути, да, он вас уважает. Может даже немножко постарше быть у вас. Или казаться таковым. Если он моложе, ну может там себе немножечко годков поднакинуть, да, или как-то может кичиться своим. Кто-то образование, может кто-то работает, а может быть кто-то даже, ну как-то разговаривает так, да, что кажется старше. А вот у вас здесь некая хитреца прослеживается. Ну знаете, та же хитреца против вас. Я объясню, что за хитреца. Здесь скорее всего можно было как-то или хитрить, да, потихонечку, помаленечку, но не перебарщивать. А вы как-то поторопились вот с этим мужчиной. Возможно, быстро уступали или хотели бы ему уступить. Но как-то так. Здесь нужно было быть более изворотливой и хитрой, неторопливой. А ваша хитреца вот каким-то образом сослужила вам же не очень хорошую услугу. И знаете, здесь показывают всё-таки момент одиночества. Одиночества могут быть пересуды и сплетни вокруг ваших отношений, если они не тайны, или вдруг, если кто-то узнает о ваших отношениях, здесь мы не видим заземления и практически нет вариантов, чтобы вместе проживать. Вот как-то так. Так всё-таки давайте ещё посмотрим отношения мужчины к вам. Что между вами на данный момент? Вы знаете, у мужчины всё-таки потеряно желание на это счастье или его нет, не чувствуется. Если вы думаете так, девочки, то это неправда. Не хочет он семейных отношений. Может быть, не хочет с вами. Может быть, вообще. То есть мы смотрим в общем и целом вроде бы к вам отношения. Но слишком глубоко проникнуть нельзя, потому что это всё-таки общий сеанс. Дорогие, иллюзию построил сам мужчина, в принципе. Здесь какой-то неправильный. Может быть, он вам многое наобещал. Может быть, и видел, что вы очень податливая. На самом деле мужчина, вот вы опять же можете видеть, мужчина в клетке, да? А когда есть некие страхи, мужчина манипулятор, и он мог бы действовать всё открыто, никаких у него нет препятствий. Не верьте тому, что он говорит. Болтовня. Скорее всего, девочки, вы подались и просто услышали то, что, возможно, хотели. Может быть, он и говорил красиво, да? Или как-то намёками, полнамёками. Здесь, может быть, по-разному. Но как-то вы здесь доверились. А всё-таки со стороны человека была или заведомая ложь, или введение в заблуждение, или очень много различных соблазнов. При всём при этом он сидит на месте и ничего не собирается делать. Это манипуляция мок. Императрица. Теряете свою энергию перевёрнутой. Разрушение у вас идёт, да, у девочки, это внутреннее. Различные метания и прочее. Именька может слететь. Ну, то есть какие-то здесь негативные последствия. Вот за стену разбить и нужно бы, да? Да сложно, может быть, не можете. И девяточка. Пентакли. Счастье. Случай. Это вот как раз-таки дело случая перевёрнут. Ну, знаете как? Ну, какой-то был позитив. Ну, всё. Вот некий подарок судьбы. Может быть, вы его так расцениваете, да? Но длительно вот это состояние, оно длиться не может. Тавтология. Длиться длительно. Есть упадок сил и есть отток энергии. Да, здесь опять же, видите, может быть, это интернет-знакомство. Ну, не факт. Может быть, это и по работе. И далее десятка мечей. Девочки, здесь всё-таки окончание. Король кубков. Тот, который странно. Он не выпал неровно, не перевёрнута. Здесь капризы, здесь эмоции. Видите? Некое иглоукалывание для вас, как пилюля, горькая пилюля. Для того, чтобы вам выздороветь, дорогие, исцелиться. Да? Давайте ещё у вас. Семья, заземлённость и выход из этих отношений. Вам так говорят карты. Но вы делаете так, как делаете вы. На дне колоды отшельник. Причём, посмотрите, как отказывается, да? Вы аскет, отказывается, нарочито от всего вкусного, от всего приятного. Возможно, вы сами себя в эти рамки заточили в своё одиночество с этим мужчиной. Но как бы направили всю силу, всю энергию только на него одного. И не видите больше никаких красот, никаких вариантов для общения, для открытия себя, для любви, для других мужчин. Не видите? Закрыли? Или не верите в то, что ещё что-то хорошее может быть? Но не с ним. Где-то как-то с кем-то. Может быть, вы вообще закрылись от мира из-за сложных отношений с этим человеком. Но есть информация, есть удочка. Я думаю, что вы с удовольствием начнёте ловить рыбку сами. И информация для вас была интересной и полезной. И я надеюсь, что вы ставите лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео со своими друзьями в соцсетях, тем самым поддерживая мой труд благодаря. Благодаря и мотивируйте на наши новые встречи. И до новых встреч. Пока.